О достижениях, эффективности работы, проблемах, целях и задачах Заполярного района шла речь на заседании комиссии по вопросам развития местного самоуправления округа. Глава района Александр Безумов в своем выступлении представил общую характеристику муниципального образования, выслушал замечания и ответил на вопросы присутствующих. Территория Заполярного района, сообщает глава, охватывает более 170 тысяч квадратных километров. В отчетном 2012 году план по доходам выполнен на 98,5%. Что составляет более 4 миллиардов рублей. Темп роста поступлений по сравнению с 2011 годом составил 109%. Основной источник собственных доходов – арендная плата от компаний-недропользователей. Три четверти собственных доходов – это доходы и под имущество, которые поступают в районе Минска. Здесь очень важно, каким образом и будет заходить новая организация, новая компания на межселенную территорию. Расходная часть районного бюджета исполнена в 2012 году почти на 78%. Наибольший удельный вес занимает образование и жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на реализацию муниципальных целевых программ составили 66 миллионов рублей. Впрочем, по каждому пункту расходной части бюджета у руководителей структурных подразделений администрации округа возникли вопросы. Спрашивали главу района о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, строительстве учреждений здравоохранения и культуры, о рентабельности предприятий и трудоустройстве граждан. Скажите, пожалуйста, за очередной период в 2012 году здесь созданы производства, сколько дополнительно учреждений созданы? Реализация программы по малому предпринимательству, по которой я постановился в своем докладе, у нас действовало в 2012 году 6 видов поддержки и количество предпринимателей, которых я сказал, цифры привел, по увеличению в 2011 году с 498 до 560. Не обошли стороной и сельское хозяйство. В настоящее время на территории района существует 19 СПК, 11 из них оленевоческие и 7 рыболовецкие. С убылью работает только кооператив «Восход». Однако шансы стабилизировать обстановку есть. В настоящее время существует план, согласно которому дела выведут на должный уровень в течение двух ближайших лет. Огорчает властей региона снижение объемов поддержки сельхозпроизводителей со стороны Архангельской области. К примеру, поддержка по молоку была 12 рублей за литр, стало 4, то есть в три раза. Поддержка по мясу 78 рублей до 54 рублей. Говорили на заседании и о планах на будущее. За счет средств окружного бюджета и инвестиций недропользователей планируется начать строительство детских садов в поселках Харута, Устькара, Харивер, Селенись. В деревнях начнут возводить и дома культуры. В списках стоят деревни Пылемец, поселки Харивер, Выучейский, село Нижняя Пеша, деревня Харута и деревни Вижес. А в 2015 году поселок Искатели и Нельминус. Помимо этого предусмотрено строительство жилых домов как в поселке Искатели, так и других муниципальных образованиях района. Губернатор округа такой отчет одобрил. Однако в своем обращении попросил не разделять полномочия на ваши и наши. Округ един, сказал Игорь Федоров. Мы должны все вместе работать над его процветанием, не перебрасывать друг на друга решения стратегических вопросов. Ирина Селиверстова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.